Абра-кадабра, ахалай-махалай, подожди, Ран, куда ты делаешь-то? И зрители, и артисты, и вместе с веселым клоуном подопечные хосписа и сами становятся участниками театрального действа. Человека в странном костюме дети не боятся, потому выходят вместе с ними на шуточный ринг и показывают фокусы. Смехотерапия – лучшее лекарство, уверены участники благотворительного концерта. От смеха и шуток к знакомым песням и танцам. Вместе со взрослыми детей хосписа поздравляют и казанские школьники. Первоклассники подарили подопечным Дома ангелов несколько сюрпризов. Своими силами где-то за две недели мы быстренько собрали к Новому году нашим больным детям подарки и подготовили танец, больный танец. Радость, что наши дети не остаются одни, они же равны с этими детьми. Вот она толерантность, когда идет на самом деле больной здоровый ребенок вместе, декада инвалидов перед Новым годом. Ну это просто такой всплеск нашим деткам. Пациентка хосписа Инна Авдеева концерт уготовилась заранее. Папа привез девушке нарядное платье, мама поколдовала над прической. Такие праздники помогают дочери отвлечься от болезни, убеждена мама Инны. Это эмоционально очень помогает, очень настроение поднимает. Дети отвлекаются от своих проблем, от своих, может, недостатков. И мы, мамы, которые их смотрим, мы же никуда не ездим. Трудно, тяжело. Подарки получает каждый подопечный. Тем, кто не может выйти из палаты, сюрпризы вручают на больничной койке. Нам помогали и просто телезрители, и друзья нашей телекомпании. И мы благодарим всех, кто принял участие в этом мероприятии, потому что они сегодня подарили всем детям, собравшимся в этом зале, частичку своей душевной теплоты. Частичку тепла детям сегодня дарят и животные. Завершается концерт выступлением дрессированных собак, символом наступающего года. Альмира Низанова, Максим Малов, Телеканал Эфир.